Сейчас в каком-то смысле будет продолжение нашего прошлого разговора. В прошлый раз мы говорили об отчуждении, но многих не было в прошлый раз, поэтому совсем кратко я скажу, что это термин, который получил распространение в марксистской традиции, и у самого Маркса он активно использовался, и уже в неомарксизме в 20 веке у его последователей. Термин отчуждение обозначает обеднение искажения человеческой природы под действием сил, созданных самим человеком. Человек нечто создает, технику, например, и эта же техника, она так вокруг него выстраивается, что в чем-то человека расчеловечивает, в чем-то трансформирует его природу, делает его жизнь менее естественной. И вот в 20 веке неомарксисты обращали внимание на новые формы отчуждения, потому что сам Маркс писал об отчуждении только по отношению к труду, причем к труду пролетария на промышленных предприятиях раннекапиталистического общества, где этот пролетарий, он работал по 13-14 часов в день, часто без выходных, иногда без отпусков, выполнял в основном механические операции, которые не требовали от него никакого душевного участия и эмоционального вовлечения. И он работал на станках, конвейерах, механизмах, которые ему не принадлежат, он был более-менее равнодушен и к результатам труда, потому что все это куда-то отправлялось в неизвестную для него сторону, ему была неизвестна судьба тех вещей, которые он производил. И, в общем, все здесь для него было чуждо. Он работал на чуждого дядю с помощью чуждых инструментов для каких-то чуждых, неизвестных ему потребителей. И вот в таких вот чуждых условиях, согласно Марксу, происходит отчуждение человека, то есть человек чувствует себя в этом месте чужим. И, кроме того, он, как писал Маркс, становится чужим для самого себя. Он отчуждается от своей собственной природы, у него возникает масса вопросов, что я здесь делаю, кто я такой, для чего я вообще живу, почему я... Возникает ощущение себя как в качестве вещи, в качестве какого-то механизма, в качестве функции. Так вот, много новых форм отчуждения было выделено философами XX века, но одна из основных форм отчуждения, по крайней мере во второй половине XX века, об этом разные авторы с разных методологических позиций взялись писать, это потребление. Ну, сначала давайте с терминами разберемся, а потом попытаемся разобраться, почему эта тема возникла во второй половине XX века, в обществе, которое можно назвать позднекапиталистическим. Ну, потребление, если совсем такое простое, тривиальное какое-то прояснение ввести, терминологическое потребление, это удовлетворение потребностей. Потребление явно от слова потребность происходит, но здесь сложность-то основная со словом потребность, потому что нет никакого единого определения, как это часто бывает в социально-гуманитарных науках. Мы здесь видим разнообразие подходов, но в самом общем виде, я бы сказал, что все эти подходы можно разделить на две части. Есть субъективистская трактовка потребности, где потребность практически отождествляется с желанием, а желания, они трактуются как в той или иной степени субъективные, потому что мы знаем, что желать можно чего угодно, по большому счету. Человек – существо, которое обладает богатой фантазией, воображением, и его желания могут быть очень далеки от действительности. Человек склонен тем более впадать в различного рода иллюзии, склонен мечтать, сказка о рыбаке и рыбке, в этом смысле сказка на века. И есть объективистская трактовка потребности, где потребность рассматривается как важнейшая объективная реальность, которая отражает объективную природу человека. Потребность здесь трактуется как нужда в необходимых условиях существования, а так как эти условия существования необходимы, чем задана эта необходимость? Необходимость задана, во-первых, природой человека, она более-менее универсальна, согласно сторонникам этого подхода, особенно это касается физической природы человека, у нас более-менее есть универсальные законы работы организма, и у этого организма, соответственно, более-менее универсальная нужда. Ну и среда тоже, она обладает своей собственной объективной логикой функционирования, и вот сочетание такой объективных особенностей человеческой природы и объективных условий жизни субъекта потребности, оно задает вот такую вот более-менее универсальную нужду в необходимых средствах удовлетворения. По крайней мере, безусловно, здесь у каждого, в каждом случае, есть какие-то индивидуальные особенности, можем у каждого человека выделить какие-то уникальные потребности, можем выделить уникальные потребности у социальной группы, но есть нечто общее у всех людей в их желаниях, и мы можем такую создать общую теорию потребностей человека. И в 20 веке таких теорий было создано довольно много, но уж я думаю, по крайней мере, с теорией потребностей Абрахама Маслова, американского психолога, молодые люди так уж точно знакомы, потому что их в школе гоняют по этой иерархии потребностей, Абрахама Маслова требует знать. Такого рода концепции создаются, они возможны. Мы, в общем, более-менее представляем, чего желает человек вообще. В этом смысле общая теория потребностей это один из важнейших способов описания человеческой природы. Потому что, ну что такое человеческая природа? Это прежде всего то, к чему человек стремится, а это в свою очередь зависит от того, как он устроен. Поэтому можно человеческую природу описать через совокупность его потребностей. Вот эти две трактовки, субъективистская и объективистская, они не случайны. Они отражают сложность и специфику нашей мотивации. Мы здесь все-таки значительно сложнее устроены по сравнению со всеми живыми организмами, которые нам известны. Конечно, есть человекообразные приматы, с которыми у нас не такая существенная разница, как раньше казалось. Но если говорить, выходить за рамки мира млекопитающих, то там различия уже гораздо более значимые. Так вот, сложность нашей мотивации как раз состоит в том, что мы, с одной стороны, стремимся получить то, что нам действительно необходимо. Вот наше тело нуждается в пище, в воде, определенном количестве кислорода, углеводорода, определенном количестве микроэлементов, витаминов. Нам нужен отдых, определенный сон. Соответственно, у нас есть встроенные в основании нашей психики стремления. У нас, допустим, есть центр голода. И когда нашему организму начинает не хватать глюкозы, важнейший такой индикатор, за которым следит наш организм, наш организм начинает посылать сигналы и активировать нас, вдохновлять на поиск пищи. У нас появляется такое чувство дискомфорта, чувство внутреннего какого-то напряжения. Мы начинаем активно искать пищу. Когда мы ее находим и съедаем, мы получаем какое-то удовольствие. Удовольствие, оно всегда сопряжено с удовлетворением потребности. Поэтому теория потребности, она всегда сопряжена с теорией удовольствия. Так вот, с одной стороны, мы стремимся получить то, что нам действительно необходимо. Это касается не только тела, но это касается и того, что мы обычно называем личностью. Если хотите, можете называть это душой или сознанием. Я предпочитаю термин личность, но, конечно, сложный термин, требует пояснения, но это в следующий раз. Так вот, у нас есть личностные потребности. Они тоже нас активируют на разные формы поведения, связанные с удовлетворением этих потребностей. Например, эстетическая потребность. И когда мы эту эстетическую потребность удовлетворяем, мы тоже получаем какое-то удовольствие. Так вот, с одной стороны, мы стремимся получить то, что нам необходимо. то, что мы чувствуем в себе, испытываем в качестве какой-то нужды. А с другой стороны, сила нашего воображения такова, что мы легко отрываемся от объективных условий нашей жизни и можем желать практически все, что угодно. Хочу быть столбовой дворянкой, говорит старуха. И все тебе тут. И извернись, но что-нибудь такое сделай. Ну, она старика заставляла изворачиваться, и рыбку несчастную. А в принципе, многие люди изворачиваются сами, чтобы реализовать свои заведомо не очень реалистичные желания. И вот это вот базовое противоречие, которое есть, по всей видимости, в самой человеческой природе, умение желать не очень реалистичное, не очень возможное. Стремление мечтать, стремиться к большему, стремление всегда выходить за рамки существующего, фантазировать. Это базовое противоречие, оно стало особенно очевидно в новых социальных условиях, о которых мы и поговорим. Эти социальные условия новые принято описывать, ну, если это критическое отношение, то принято описывать это как общество потребителей или потребительское общество, общество потребителей. По-разному переводят consumer society, английский термин. Если положительное отношение ко всему, то для этого используют обычно другие названия. В 50-х, 60-х годах это называли обществом изобилия, обществом всеобщего благоденствия. Такие более приятные слова, да? Чем общество потребления. Мы уже чувствуем, что в термине общество потребления есть что-то такое негативно-оценочное. Уже как-то до нас донеслась критика, что быть каким-то таким потребителем это не очень хорошо. А еще в русском языке есть такое слово некрасивое потреблятство. Я бы, может, не стал ее употреблять здесь, потому что оно так на грани мата, но есть книжки, которые таким названием изданы. Можно сказать, что это такое уже литературное слово. Хотя оно пришло из сленга, и оно как раз явно совершенно негативно-оценочное. Так вот, что же это за новые условия, и почему здесь присутствует критика потребления, хотя, казалось бы, потребление – это еще приятная вещь. Мы что-то потребляем, мы получаем удовольствие. Удовольствие – это хорошо, это приятно, это комфорт. Что же здесь, собственно говоря, может вызвать недовольство? Недовольство у критиков этого общества. Давайте я сразу назову здесь базовые работы. Это критические работы, они восходят к 50-м, 60-м, 70-м годам. Одну работу я упоминал в прошлый раз уже. Это работа Герберта Маркузе, представителя Фрейда Марксизма и Франкфуртской школы. Одномерный человек. Одна из первых таких острокритических работ в отношении позднекапиталистического общества потребления. Дальше нужно назвать работу 70-го года. Это уже работа французского философа Бадрияра. Это две таких классических критических работы по отношению к обществу потребления. Работа Бадрияра так и называлась – «Общество потребления». В этом же году в США выходит работа известного футуролога с таким пугающим названием «Футурошок». «Шок от столкновения с будущим». Можно бы так перевести. Ну и Эрих Фром, он, в принципе, до этого писал такие критические работы и «Душа человека», и «Бегство от свободы», и «Здоровое общество». Они все в той или иной степени критические по отношению к капиталистическому обществу. Но если говорить о работе, которая целенаправленно бьет в самую сердцевину общества потребления, то это работа уже 76-го года, поздняя работа Эриха Фрома, тоже с таким очень ярким и симптоматичным названием «Иметь или быть». Вот это классика жанра. Ну, давайте теперь попытаемся разобраться с тем, что за социальную реальность они описывают, и что же такого тревожного они в этой социальной реальности обнаружили. Ну, начнем с Маркуза, который ввел, я не знаю, может быть, кто-то и до него ввел, но я, по крайней мере, у него в работе, это точно знаю, присутствует аналитика двух типов потребностей. Вот он ввел важное различие, которое, опять же, укоренилось в современных социальных науках вплоть до учебников, различие между истинными, как их называл Маркуза, или разумными потребностями, и потребностями ложными, неразумными. Суть в том, что вот есть потребности, которые вроде как соответствуют человеческой природе, вытекают из человеческой природы, и эти потребности удовлетворять правильно, разумно, и удовлетворение этих потребностей, оно ничем не угрожает человеку, наоборот, оно человека только укрепляет и развивает. А есть потребности ложные, неразумные. Это потребности, которые никак не вытекают из человеческой природы, которые ему навязаны различного рода идеологическими инструментами, и они, поэтому, деструктивны и для него, и для личности, и для общества. Примеров можно приводить масса. Некоторые, я встречал оценки, вот экономист такой мостовой, крупный экономист у нас, он недавно писал, что, по некоторым оценкам, до 70% современных товаров, которые на рынке США представлены, это товары фиктивные, как их называют сейчас, то есть они не связаны с удовлетворением истинных или разумных потребностей. Они для чего-то другого, они для какого-то сверхпотребления. Для многих символом является Макдональдс, допустим. Еда очень бедная, витаминами, микроэлементов, еда, которая не очень полезна для здоровья, но еда, которая быстро готовится, которая очень переполнена различного рода специями, какими-то веществами, которые на наши вкусовые ощущения давят. Еда, к которой быстро привыкаешь. Многие обращают внимание, что постоянно росла при этом еще порция этих Макдональдсов, постоянно росла объем тарелок, постоянно росло количество грамм в этом хот-доге, или что там у них, и гамбургеры, или как там их называют, я не знаю. Порция, что там, Кока-Колу наливают, или что там Макдональдси. Я там один раз был больше, чтобы посмотреть. Для многих символом настоящим здесь является жевательная резинка. Такой, в общем, бесполезный во всех отношениях продукт, который вообще ничего не содержит нужного для организма, но благодаря тому, что это какая-то увлекательная, красивая упаковка. Для детей там всякие придумывают наклеечки, вкладыши какие-то, игрушечки добавляют туда. Взрослых призывают что-то там коллекционировать, собирать какие-то коллекции, потом сдавать, получать какие-то призы. Более того, что это продается, в конце концов, на каждом углу. По телевизору люди в белых халатах нам рассказывают байки про какой-то там кислотно-щелочной балансы, про то, что это очень важно после еды, это жевать. И, в общем, такой кусочек резины, абсолютно бесполезный, ни к чему не нужный, по мнению многих, даже вредный. Этот кусок резины, он настолько хорошо продается, что у меня, как у человека, который еще в школе преподает, помимо того, что в университете, иногда имеют дело с целым классом, который дружно жует, хором практически. Создаются целые такие жующие цивилизации. Они ничего не извлекают из этого, кроме такого очень примитивного удовольствия, какой-то вкус ненадолго и просто тренировка жевательных мышц. Для многих символом общества потребления становятся пластиковые стаканы. В том смысле, что это не очень функциональный предмет, это предмет, который очень быстро выходит из строя, но он хорош именно тем, что его можно произвести, человек его купил, выбросил, и завтра он придет за этим стаканом вновь. И общество потребления, оно, в общем, в эту сторону и движется, создавая продукты, товары, которые живут как можно меньше. Для общества потребления важно создать такой постоянный поток сменяющих друг друга вещей, чтобы люди покупали, 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 чтобы этот спрос не останавливался. В более сложных товарах, там, где нам сложно создать что-то одноразовое такое, в более сложных товарах, скажем, какая-то бытовая техника или автомобили, там существует такой промышленный прием, который начинают использовать где-то с 80-х, 90-х годов массово, прием запланированной поломки. Когда специально делают вещь не очень надежной, специально делают какую-то базовую деталь таким образом, чтобы она вышла из строя через запланированное время, через три года, через четыре, через пять лет, ну, зависимо от того, чем мы торгуем. Например, телевизор, ну, там на несколько лет планируют. Если это автомобиль, то там гораздо дольше этот механизм обновления. То есть, суть в том, что мы планируем через три-четыре года создать новую модель, и нам уже нужно для этой новой модели готовить покупателей. И чтобы повысить спрос на эту будущую новую модель, мы у этой модели, которую мы сейчас выставляем на продажу, планируем поломку через три-четыре года, чтобы эти люди, ну, кто-то понесет в ремонт, но ремонт мы постараемся сделать дорогостоящим, для того, чтобы людям было дешевле это все выбросить и пойти купить новую модель. Это такой механизм поддержания спроса. Или вот хороший пример, я неслучайно взял два телефона с собой. Вот у меня был такой телефон, которым я пользовался много лет, не буду называть марку, но, видите, это очень простой телефон. Пользовался я им долго, тут даже кнопочки стерлись, но я все равно знаю, какие там цифры, какие буквы. Он без всяких функций особенных. Ну, им можно звонить, им можно отправлять смс, все основное можно делать. Вот. Очень долго жена взирала на это. Долго призывала меня купить новый телефон. Я ей рассказывал про то, что она жертва общества потребления. В какой-то момент она не выдержала и принесла мне вот этот телефон. Я ее поругал, конечно, но а что, купила, приходится мне им теперь пользоваться. Вот у него цветной экран, у него тут есть что? Им можно фотографировать. Я, правда, им не фотографирую, потому что фотографии не очень высокого качества получаются. Им можно снимать видео, но тоже не очень хорошего качества получается. Вот. Много тут еще всяких функций, которые мне вообще-то не нужны. Bluetooth, MP3-плеер, у меня есть отдельный MP3-плеер. То есть у меня теперь два MP3-плеера. Я же не говорю о том, что есть отдельный фотоаппарат, естественно. Из таких функций, которые мне иногда нужны, то, что здесь есть, здесь есть функция диктофона. Все остальные, тут около 30 функций различных, я ими не пользуюсь, они мне не нужны. И исследования маркетинговые показывают, что большинство людей, в принципе, используют в телефоне, независимо от количества функций этого телефона, они, как правило, используют 2, 3, 4 функции. Так вот, пользовался этим телефоном, он работал, ну вот я его вытащил из стола, 3 года он там уже лежит, я думаю, что если его сейчас зарядить, он сейчас будет работать. Он абсолютно рабочий, функциональный, но вот ему вынесен приговор. Обществом потребления в лице моей жены, она решила, что этот телефон устарел. Вот, это было бы смешно, но это решение, которое принимают ежедневно, огромное количество людей. Мама моя, смешное дело, пенсионерка, за 60 лет, 3 года назад, я ей на день рождения подарил фотоаппарат. Человек на пенсии, чем ей заниматься, подарил фотоаппарат, чтобы она попросила, тем более, чтобы она ходила, делала фотографии, собирала какие-то там коллекции, альбомы, и так далее. Ну, какое-то развлечение для пожилого человека. Проходит 3 года, она мне говорит, у меня скоро день рождения, 1 апреля, она мне говорит, а подари мне новый фотоаппарат на день рождения. Я говорю, зачем, я тебе 3 года назад дарил фотоаппарат. Она говорит, а он уже устарел. Я хочу больше зумов, хочу больше функций, хочу больше опций. Мне кажется, это какая-то устаревшая модель. Естественно, покупка нового фотоаппарата предполагает, что старый фотоаппарат, ну, сложно будет его продать, но если только за какие-то сущие копейки. Значит, и велика вероятность того, что он отправится куда-то в мусорку и так далее. Ну, еще один яркий пример, тоже такой, он несколько автобиографичный. В студенческие времена я впервые выехал за границу. У нас была программа студенческого обмина с одним немецким образовательным учреждением. И мы сначала поехали... Немцы сначала приехали к нам, потом мы поехали к немцам. Немцев мы не стали шокировать, мы их поселили в гостинице. А когда мы поехали к немцам, то самые счастливые из нас были поселены в немецких семьях. Самые несчастные в общежитии. Правда, в берлинском общежитии все-таки. Любопытные тоже вот. И вот меня поселили в молодую немецкую семью. И, пожалуй, самое сильное впечатление, это даже не холодильник и не туалет. Хотя там тоже есть чем поделиться. Одно из самых сильных впечатлений, это посещение ванной комнаты. Там я увидел какое-то совершенно невообразимое гигантское количество различных пузырьков, баночек, скляночек, тюбиков. Ну, наверное, около сотни. У меня в это время в Калининграде, я жил с родителями еще, у тюбиков баночек пять стояло. Я понимал, что вот зубная паста, вот шампунь. Ну, два шампуня. Ну, еще там крем какой-то. Вот и все. Тут же сотня. Сотня каких-то баночек, каких-то бутыльков, каких-то кремов, предназначения которых я даже не мог вообразить. Для чего это все можно использовать? Это же куда-то все нужно масать, куда-то натирать, как-то это все применять. Знаете, это же не просто так стоит, это же для чего-то, наверное, все стоит. Это был конец девяностых, начало нулевых. Прошло 15 лет, и недавно я с ужасом поймал себя на мысли, что у меня в ванне сейчас около сотни бутыльков. Большую часть предназначений я тоже не догадываюсь, честно говоря, до сих пор, но моя жена точно знает, для чего все эти бутыльки. И, в принципе, она даже иногда предлагает мне каким-то бутыльком воспользоваться, что-то где-то намазать. Она мне даже маски какие-то иногда делает с помощью каких-то там баночек, скляночек. Что-то там замешивает даже. В общем, оказывается, что можно производить все больше и больше вещей, существование которых мы совсем недавно, раньше не знали, и даже не знали, что это может быть в принципе нужно, необходимо. То есть речь идет о том, что не просто создается все больше вещей, а создается целая индустрия, которая нам объясняет, что эти вещи нам нужны, что мы должны это покупать, что мы должны это применять. Объясняет она с использованием разных аргументов, какие-то из этих вещей действительно являются полезными, функциональными. Это то, что называют рациональным потреблением. Какие-то из этих вещей, в принципе, являются не очень нужными, не очень функциональными, даже, может быть, не очень полезными. И это потребление является в значительной степени иррациональным. Как оно устроено? Как можно убедить людей такого рода вещи покупать? Убеждение строится очень просто. Это потребление, которое становится имиджевым или престижным потреблением. Через это потребление человеку предлагают выстраивать свою собственную идентичность. Если ты пользователь такой-то марки одежды, если ты ходишь в такой-то обуви, если ты ездишь на таком-то автомобиле или используешь такой-то мобильный телефон или какой-нибудь там айфа, айфон, айпад, я, честно говоря, не знаю, чем они отличаются, если ты пользуешься такого рода вещами, то ты, пользуясь этими вещами, нечто сообщаешь о самом себе окружающим. Ты сообщаешь им о своем месте в обществе, о своем статусе, о своей социальной иерархии. И огромное количество вещей, они, в общем, оказываются не очень функциональными, но они оказываются очень имиджевыми. Они оказываются вещами, через которые люди конструируют свою индивидуальность, конструируют свою идентичность, конструируют свой имидж, и представляют себя для окружающих. Вещи начинают обладать не столько своим собственным предназначением, а они обладают символическим предназначением. Мы все больше посредством вещей, посредством вещей, которые мы потребляем, представляем самих себя для окружающих, но, что самое страшное, мы посредством вещей начинаем представлять самих себя для самих себя. То есть мы через вещи начинаем формировать и представление о самих себе. Кто мы такие, каково наше место в обществе, какому классу, какой страте, какой социальной группе мы относимся. В этом смысле такими важными символами общества потребления становится не только пластиковый стакан, о котором я говорил, жевательная резинка или Макдональдс. Важнейшими вещами становятся такие практики, как реклама, практика промоушена, продвижения того или иного товара, практика маркетинга, происходит настоящая маркетинговая революция в экономике. Потому что главная проблема современного промышленного производства не произвести. Произвести сегодня можно сколько угодно и чего угодно. Вопрос в том, кому и как это продать. Собственно говоря, произвести можно столько, сколько можно сбыть. Поэтому главная проблемы современного производителя – Для того или иного товара. И прежде чем что-то производить, любой производитель заказывает маркетинговые исследования и маркетинговые практики, которые заключаются в том, что мы ищем потенциальных покупателей и потом у этих потенциальных покупателей формируем представление о том, что им необходим вот этот товар по тем или иным причинам. Он необходим, потому что этот товар говорит о них как об успешном человеке, как о сильном мужественном мужчине или как о нежной, заботливой, интересной женщине. Появляется огромное количество товаров для мужчин или товаров для женщин, которые призваны подчеркнуть их маскуринность или подчеркнуть их феминность. Появляется огромное количество товаров, ориентированных на повышение своего статуса в обществе. Когда приобретаешь что-то, человек повышает свой статус в глазах окружающих и в глазах самого себя. Вот та же история с телефоном. Один знакомый приходит с новым телефоном, начинает мне хвастаться. Я говорю, а зачем тебе этот новый телефон? У тебя что, прежний перестал работать он или что, он испортился? Он говорит, нет, не испортился, просто я начальник, а все мои подчиненные теперь ходят с таким же телефоном, как у меня. Поэтому я, как начальник, обязан был купить телефон круче, чем у них. Это типичный пример символической покупки. Его больше интересует не функционал нового телефона, не то, как его можно использовать. Его больше интересует, что этот телефон означает для других. Для других этот телефон означает, что он круче, что у него больше зарплата, что он больше себе может позволить. Пожалуй, еще одной важной такой практикой, знаковой практикой общества потребления является шоппинг. Шоппинг заключается в том, что мы создаем вообще такие крупные зоны, такие потребительские оазисы, потребительский рай. Это или какой-то супермаркет. Поначалу начиналось все с супермаркетов. Потом стали создавать целые торгово-развлекательные центры, где не просто магазины, но там же какие-то бутики, кинотеатры, там же какие-то игровые автоматы, игровые комнаты, чтобы человек не просто пришел туда что-то для желудка купить, но и что-то для души мог получить. Вроде как кино посмотрел и что-то там развился, может быть, еще там какой-нибудь развивающий квест ему предложат пройти, что-нибудь такое. Потом стали появляться уже целые зоны, где целые серии нагромождения этих торгово-развлекательных центров, где можно переходить из одного торгово-развлекательного центра в другой. Ну вот что-то у нас вокруг Почери Победы такое возникло, где можно из одного комплекса в другой переходить. Там Европа, рядом Клевер, рядом Мега-центр, где-то рядом еще что-то. Такое нагромождение в центре. Хотя во всем мире такого рода зоны стараются создавать не столько в центре, а сколько за городом. Ну где-то и в центре создаются. Я в Турку жил, там тоже в центре. Это все вокруг центральной площади. Она даже называется Калпатори по-фински торговая площадь. Площадь, можно сказать, потребителей, площадь торговли. Когда же все это возникает и с чего это возникает? Вот такая новая социальная реальность. Нельзя сказать, что тут все прям такое новое. Какие-то всплески потребительской активности, всплески изобилия, конечно, существовали и раньше. И даже существовали раньше какие-то концепции, которые критически относились к такого рода потребительской активности. Но здесь, наверное, мы должны обязательно вспомнить Эпикура. Такая очень важная фигура в этом смысле. Древнегреческий философ. Дело в том, что в Древней Греции, в Афинах, произошел такой мощный всплеск. Очень быстрый всплеск потребления. Как раз расцвет Афин был связан с тем, что были открыты новые торговые пути. Афиняне достигли очень больших успехов в торговле Средиземноморья, колонизации Средиземноморья, создании таких торговых общин. И на этом деле Афина очень быстро, стремительно и несколько даже неожиданно для них самих разбогатели. Просто Афины оказались наводнены огромным количеством товаров со всего Средиземноморья. А там дальше торговые пути шли на восток, в путь до Индии, Китая. И оттуда тоже попадала значительная часть в Афины. И огромное количество людей впало на этом фоне в потребительский раж, потому что у людей, с одной стороны, появлялось большое количество денег, а с другой стороны, вот такое изобилие новых, каких-то невиданных совершенно товаров и вещей. И вот Эпикур создает очень важное учение, учение о желаниях, учение об удовольствиях, учение о счастье. Очень простое учение, с одной стороны, но с другой стороны, из него следует очень непростая практика. И, как показала дальнейшая судьба бекуринизма, его совершенно неверно поняли и совершенно неверно истрактовали. Учение Эпикура заключалось в том, что счастье человека строится из очень простых вещей. Это максимум удовольствия и минимум страданий. Что же приносит человеку удовольствие? Это удовлетворение желаний. Но давайте посмотрим на желание. И тут Эпикур создает классификацию желаний. Первый, по сути, в истории философии. Он говорит, что есть желания естественные и необходимые. Вот, например, утоление голода. Есть желания естественные, но не необходимые. Ну, какой-нибудь деликатес, например. Это вроде бы естественное желание, потому что оно связано с чувством голода. Но с другой стороны, в деликатесе уже нет ничего необходимого, потому что мы можем утолить голод с помощью какой-то гораздо более простой вещи. Или какие-нибудь дизайнерские штуки в помещении. Вроде бы они естественные, они призваны радовать наш глаз, они как-то коррелируют с нашей эстетической потребностью, но никакой такой уж необходимости у них нет. И без них мы вполне могли бы себя нормально чувствовать. И третий тип желаний, который был выделен апикурам, это желания неестественные и не необходимые, а порождаемые праздными мнениями. Вот так их определил апикур. Ничего в них нет естества, нет в них никакой необходимости, а порождаемые праздными мнениями. Это по сути то же самое, что Маркуза называл ложными или неразумными потребностями. А праздные мнения это такой первичный аналог моды, рекламы, когда люди услышали, что есть какая-то такая крутая штука новая, которую они еще не пробовали. И начинают бежать все это пробовать, скупать, а попробовав раз, ем и сейчас, как гласит один из рекламных слоганов, люди к такого рода вещам быстро привыкают. Пока не появится что-то еще более новое, тогда они бросают старую игрушку и начинают пользоваться новой. Теряют интерес к прежнему. И вот в Афинах сложилось такой, по сути, кратковременный этап общества потребления, на который многие философы реагировали риторикой умеренности. Известно, что Диоген Синопский, например, он нарочито аскетично жил, одевался нарочито бедно, жил в таком нарочито простом жилище, похожем по форме на бочку, да, в связи с чем есть легенда, что он жил в бочке. Очень просто старался питаться. Есть легенда, что он любил ходить по афинскому рынку, брать разные товары, смотреть их и приговаривать. При этом, как много вещей, которые мне не нужны. Ну и знаменитая есть легенда о встрече Диогена Синопского с Александром Македонским. Александр Македонский, человек, который, наверное, самый богатый человек своего времени в это время, потому что он, используя вот это вот античное богатство, в том числе афинские богатства и хорошо подготовленную армию, прошел через многие страны и хватил огромное пространство географическое. Естественно, все эти армии, все эти завоевания были сопряжены с умножением его личного богатства. И вот есть легенда, что встречается Александр Македонский, как символ наивысшего богатства своего времени, символ роскоши, и Диоген Синопский, который вот на афинском рынке лежал, почесывая себе брюхо. Диоген Синопский в окружении своей свиты проходил мимо, все изображали какие-то признаки подобострастия, Геодин Синопский никак не реагировал, это Александра Македонского так заинтересовало и смутило. Он подошел, завязалась беседа, Александр Македонский восхитился мудростью Диогена Синопского и в конце предложил такой дар с царского плеча. Он сказал, я восхищен твоей мудростью, Диоген, скажи мне, чего ты хочешь, и завтра же мои люди принесут тебе. Можешь себя не сдерживать, не ограничивай себя ни в чем, я самый богатый человек мира, поэтому готов реализовать любое твое желание. И вот здесь Диоген Синопский произнес, возможно, самую знаменитую свою фразу, по крайней мере, если эта история в реальности имела место, а скорее всего, это все-таки красивая легенда. Диоген Синопский сказал, отойди, не заграждай мне солнце, имея в виду, что не нужны мне твои эти богатства мира, все, что мне нужно для счастья, это кусочек солнца. Вот это единственное, что мне сейчас не хватает, для того, чтобы быть полностью счастливым человеком. Во всем этом содержится вот очень важная и для Эпикура риторика умеренности. Эпикур тоже разделял желание тела и желание души. И он говорил о том, что с желаниями тела нужно быть очень осторожным. Здесь очень важно соблюдать умеренность, потому что иначе мы быстро присыщаемся, мы перестаем получать удовольствие. Наоборот, удовольствие для нас оборачивается неудовольствием, начинает оборачиваться страданиями, потому что от излишков наше тело начинает болеть, мучиться. И, в общем, здесь мы получаем ровно наоборот. Мы получаем несчастье, а мы получаем... Не счастье, а несчастье. Получаем страдания какие-то. И телесные, и душевные. Тело наше страдает от какого-нибудь ожирения, от каких-нибудь болезней, связанных с нездоровым образом жизни, с чрезмерностью. А душа наша страдает от того, что мы чувствуем, что мы живем как-то слишком расточительно, от того, что мы живем как-то слишком похоже на животных, живем каким-то материальным потреблением. Мы постоянно неудовлетворены, потому что постоянно у нас нет чего-то такого новенького. Наш уровень потребления никогда не соответствует нашим притязаниям. Мы всегда хотим чего-то большего. И все время мучаемся, страдаем от того, что у нас нет того, чего мы хотим. Мы создаем тем самым такой постоянный внутренний источник жалоб, внутренний источник недовольства. И тело наше страдает, и внутри себя мы чувствуем постоянное какое-то недовольство. И вот то же самое обнаружили и психологи, и социологи во второй половине XX века. Они обнаруживают, с одной стороны, растущее изобилие товаров и услуг, а с другой стороны, растущее недовольство. Когда взялся Фром или Абрахам Маслоу, один из учеников Эриха Фрома, американский психолог, когда они взялись изучать, что-то, что мы могли назвать сейчас индексом счастья, индексом благополучия, они обращали внимание на то, что люди все меньше и меньше удовлетворены своей жизнью. Несмотря на постоянно растущее количество товаров, на постоянно растущее количество потребления, люди потребляют все больше, у них растет заработная плата, они покупают себе все лучше и лучше недвижимость, они все больше и больше приобретают бытовой техники, автомобилей. При этом растет постоянно какое-то недовольство, люди начинают постоянно хронически ныть, жаловаться. Абрахам Маслоу в шутку это называл теорией жалов. Полушутка, полусерьез. Пытаясь объяснить, что же такое происходит с людьми, почему же они, живя в этом оазисе, в центре потребления, в США, почему же они постоянно жалуются. Рост суицида, тоже то, на что они обращали внимание. Для того, чтобы попытаться объяснить, что же происходит с человеком, ну давайте сначала все-таки по пунктам я обозначу основные особенности общества потребления или общества изобилия, общества всеобщего богоденствия, какие основные характеристики мы должны здесь выделить. И когда, собственно говоря, оно появляется. Как я уже сказал, какие-то ростки, мы можем выделить даже в античности. Некоторые возводят общество потребления к 18 веку, когда промышленное производство, по крайней мере, в Англии стало отдавать какие-то первые значимые плоды. Появился, по крайней мере, дешевый текстиль, доступный для многих. Многие возводят общество потребления к 19 веку, когда появилась реклама, первая, в средствах массовой информации, в газетах. Но все-таки большинство здесь философов сходится во мнении, что по-настоящему новым феноменам мы имеем дело начиная с второй половины 20 века, с послевоенного времени. Потому что вот эти процессы, которые вроде бы завязались в конце 19 века, когда действительно стало появляться в большом количестве товары, стала появляться реклама, появились первые какие-то признаки промоушена, какие-то первые большие магазины, бутики, престижное потребление. Но все это очень быстро схлопнулось в связи с двумя мировыми войнами, тоталитарными режимами, великой экономической депрессией. Осталось только, опять же, доступное для каких-то привилегированных классов. Но для привилегированных классов всегда было доступно сверхпотребление. В этом нет никакой новости. А вот, когда это сверхпотребление становится доступно для большинства, для большей части общества, это происходит в послевоенное время. Сначала в США, потом этот потребительский бум попадает и в ведущие европейские страны, ну и потом начинает охватывать все больше и больше стран. Отдельного, конечно, отдельного разговора заслуживает Россия, насколько Россия и общество потребления. Но я думаю, что точно, совершенно мы можем говорить о том, что в России есть, опять же, оазисы потребления, есть центры потребления. В крупных городах, прежде всего, особенно, это, конечно, Москва от Петербурга, но и в областных центрах тоже мы можем выделить уже внутри этих городов какие-то отдельные зоны этого общества потребления. оговорки по отношению к России в отношении общества потребления, конечно, нужно делать обязательно, потому что в России слишком высокий уровень бедности и многие люди лишены возможности вот в этом потребительском кураже поучаствовать. Ну, в какой-то момент эта ситуация начала поправляться в нулевых годах, но увидите, что сейчас опять мы входим в период рецессии, экономического кризиса, опять схлопывается это окно возможностей для потребления и сейчас несколько лет здесь есть разные прогнозы, кто-то говорит год, кто-то два, кто-то три, кто-то пять, кто-то еще больше. Понятно, что прогнозы здесь дела неблагодарные, но несколько лет у нас сейчас будет время затягивания поясов. В этом смысле этот разговор не очень может быть актуальный для России о потреблении. Он был бы актуальнее год назад или два года назад еще лучше. Так вот, вторая половина 20 века, мировая столица потребления, это безусловно США. США это эталонное общество потребления, не случайно все первые теории общества потребления, они рождаются в США и только потом появляются уже какие-то европейские концепции. Давайте основные признаки просто кратко по пунктам я перечислю, чтобы опять не затевать какую-то очень длинную лекцию. Лучше больше обсудим. Значит, первый признак основной это быстро растущая изобилие товаров и услуг, постоянное появление новых товаров, постоянные инновации, новое, 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 и магазины начинают постоянно кричать о новинках. Новинки, новинки, приходите, у нас что-то новенькое, новый товар, новая одежда, новая услуга, новый какой-то кефирчик и так далее, и тому подобное. Эти товары, информация об этих новых товарах и услугах или о старых товарах, услугах, она довольно агрессивно распространяется, создается целая индустрия, индустрия производства желаний. Собственно говоря, общество потребления, его некоторые неверно трактуют как общество удовлетворения потребностей. Все общества, которые существуют, это общество удовлетворения потребностей. Общество потребления отличается тем, что оно не просто удовлетворяет потребности, оно производит потребности. Это общество, которое создает специальную индустрию производства новых желаний. Вот через рекламу, через промоушинг мы пытаемся сделать так, чтобы человек захотел что-то такое, о чём он ещё не знал вчера, а вот сегодня это он узнал, и мы так ему это красиво так ему это красиво показали, так это красиво ему расписали, что он это захотел, и вот прям он почувствовал, что он непонятно как жил до этого, без вот этой вот штуковины. Без этого гаджета или без этой новой модели автомобиля, или без этой новой модели ноутбука, или без вот этого шагомера например, непонятно, как жили раньше люди без шагомеров. и тому подобные вещи. Возможности промышленности становятся таковы, возможности производственные, производство становится массовым, и поначалу его удобнее создавать конвейерное производство и однотипное производство, и возникают даже такие концепции массового общества, потому что возникло поначалу ощущение, что вот сейчас мы всем создадим одни и те же товары, все люди в одно и то же оденутся, будут одинаково питаться, одинаково выглядеть, одинаково думать, ходить в одни и те же магазины, слушать одну и ту же музыку. Но этот этап быстро прошли, ничего подобного не случилось, а случилось обратное. Дело в том, что это промышленное производство быстро перестроилось с помощью компьютерных технологий, оказалось, что можно очень быстро менять дизайн, функционал этих товаров и можно создавать товары под какие-то очень маленькие целевые группы потребителей, можно вообще индивидуальные товары легко и быстро создавать, можно заказать самому себе индивидуальную модель автомобиля, допустим, или индивидуальную модель одежды какой-то. Можно легко создать какую-то особую группу шампуней, например, и особую группу кремов каких-то. Вот для каких-то специальных женщин, специальные крема или каких-то специальных мужчин отдельные крема или шампуни. Для блондинок одни шампуни, для брюнеток другие шампуни. Там разные типы кожи, разные части тела и так далее и тому подобное. Можно вот дальше двигаться в сторону индивидуализации потребления. Для разных социальных групп создавать разные товары и вот в этой нише продвигать эти разные, в этих нишах продвигать разные группы товаров. То есть производство становится со временем не только массовым, но и очень гибким, что позволяет разным социальным группам конструировать свои идентичности через потребление своих нишевых товаров. И потребление вот превращается в такой способ конструирования идентичности. Потребление начинает носить все более символический характер, оно связано не столько удовлетворением вот этих вот реальных подлинных потребностей, сколько с демонстрацией, с репрезентацией себя в глазах других. Потребляя человека, люди начинают потреблять все более публично. Им помогают для этого еще разные средства массоинформации, социальные сети очень начинают помогать. Что-то купил, сразу же сфоткал, показал всем, вот у меня есть. Пришел в какое-то кафе, заказал блюдо, сразу же в инстаграм выложил, смотрите, что я ем. Поехал в путешествие, но какой смысл поехать в путешествие, если ты все это не сфотографировал, не выложил в социальной сети, чтобы все посмотрели и сказали, о, как тебе клево, вот ты был там, там, там и там. Круто, я тоже поеду в следующем году. И ты говоришь, да, езжай в следующем году, там так круто. Потом смотришь в следующем году, он поехал туда и думаешь, ну, Вашара, я же там уже был. Едешь в какое-то другое место, уже более престижное, выкладываешь новые фотографии, что ты теперь был не в каком-то там Египте, в Турции, не в какой-то там Турции, а Таиланд, это тоже уже попса, где-нибудь в Аргентине, например, или в Уругвайе, вот это уже круто. Таиланд, Турция, Египет, это такой поточный массовый туринг. А настоящий, конечно, престижный туризм, это туризм какой-то дорогостоящий, это по какому-то такому экзотическому маршруту нужно проехать, по которому мало кто ездит. Так как люди начинают через потребление конструировать свои идентичности, потребление очень быстро эстетизируется. Очень важной становится роль дизайна, роль упаковки. Нужно все это красиво упаковать, чтобы все это красиво выглядеть, потому что люди вещами начинают, они окружают себя вещами и этими вещами начинают мерцать, блистать. Они эти вещи друг другу постоянно показывают, демонстрируют. Вот это очень хорошо заметно, например, в автопроме, где в какой-то момент дизайну автомобилей стали уделять внимание ничуть не меньше, чем функционал этих автомобилей. И с хорошим дизайном автомобили часто продаются даже лучше, чем с хорошим функционалом. Потому что многие люди покупают автомобиль, опять же, не для того, чтобы там был меньше расход топлива, например, или чтобы этот автомобиль дольше служил, а для того, чтобы все видели, какой у меня крутой, клевый автомобиль. Показать им, что вот автомобиль как средство демонстрации себя, своей личности, своих возможностей и тому подобных вещей. Про принудительное устарение товаров я уже сказал. Мода занимается тем, что она устаревает товары не физически, а морально. Задача моды как индустрии рассказать, что та или иная группа товаров, она уже не модная, она устарела. Даже если физически она работает, все действует, все функционирует. Но потреблять это уже как-то не камильфой. Это вчерашний день, это устарело. Вот есть новое, модное, настоящее. А если ты ходишь во вчерашнем, то ты выглядишь как человек из прошлого, ты не актуален тогда в глазах современников, ты не интересен становишься. Ну, например, для лиц противоположного пола. Большинству людей чрезвычайно важно быть интересным для лиц противоположного пола. Возникает вопрос, откуда же у людей такое огромное количество денег на все эти многочисленные товары. Ну, с одной стороны, им эти деньги начинают платить, и позднекапеллистическое общество, разогревая спрос, оно еще и увеличивает свои прибыли. И в этом смысле у него есть деньги для того, чтобы дальше разогревать этот спрос. Ты получаешь прибыли, ты увеличиваешь зарплаты, на эти зарплаты люди увеличивают спрос, это опять приводит к увеличению прибыли, это получается такой вечный двигатель. Ну и кроме того, если говорить о США и ведущих капиталистических странах, то там было гениальное изобретение совершенно сделано, это фиатные символические деньги, фиктивные деньги. Казалось, что деньги, если их никто не хранит, а на них все сразу покупают, можно их просто печатать. Печатать деньги, ты раздаешь эти деньги, их разбирают банки, банки раздают эти деньги в виде различного рода кредитов. Часть кредитов уходит в бизнес в виде инвестиций, часть кредитов уходит в виде потребительских кредитов, в виде ипотек, в виде автокредитов. Люди разбирают эти кредиты, они попадают, по сути, в долговое рабство тем самым, и дальше они последующие годы трудятся усиленно, чтобы эти купленные товары, а хочется же все это купить здесь и сейчас, а не ждать, когда ты накопишь на это все. Хочется здесь и сейчас, хочется жить же как все, все попробовать, почувствовать себя человеком, как многие говорят, или даже говорят еще более цинично, почувствовать себя белым человеком, имея в виду, что неграм-то все это недоступно, естественно, видимо, не знаю, есть ли аналог в американском языке, почувствовать себя белым человеком, наверное, это оттуда. Так вот, создается вот такая система вечного двигателя, мы печатаем деньги, мы раздаем эти деньги бизнесу, бизнес на это придумывает новые товары, новую технику, создает еще технологии продвижения этого товара, убеждает разными средствами, правдами и неправдами, что это все очень нужные товары, что их важно всем, ну или не всем, а каким-то отдельным группам потребителей, нужно обязательно это приобрести. Люди набирают эти же напечатанные деньги в качестве долгов, чтобы приобрести эти товары, эти товары возвращаются в итоге производителям, производители отдают деньги инвестиционным компаниям, и вот такое постоянное движение денег, оно постоянно подогревает эту экономику, оно подогревает спрос, оно создает возможности для новых инвестиций, для нового производства и для появления все новых и новых товаров. Конечно, эта кредитная система, система кредитования, она превращается в новую форму зависимости, в новую форму социального контроля, потому что получается парадоксальная вещь, на которую обратили внимание как раз психологи и социологи. парадоксальная вещь заключается в том, что люди вроде бы удовлетворили все основные потребности. Стандарт потребления возник в американском обществе 60-х, стандарт потребления среднего класса. Это дом, машина, основной набор бытовой техники, 2-3 ребенка. Муж работает, жена домохозяйка. Такая стандартная классическая американская семья 60-х годов. Ну вот они заметили парадоксальную вещь, что вроде бы люди оказываются сыты, вроде бы у них высокий уровень жизни, крыша над головой есть, автомобиль есть, гардероб, питание, ни о каком голоде, ни о чем таком уже давно речи нет. А люди вместо того, чтобы может быть меньше работать, они наоборот начинают работать больше и больше. Они начинают оставаться на рабочем месте, брать на себя дополнительные какие-то обязанности. Рабочий день вроде бы им сократили, рабочий день сокращался в позднекапиталистическом обществе. Это уже давно не времена Маркса, когда люди работали по 12-13 часов. Теперь они уже работают 9-8 часов, стандарт в какой-то момент становится. Но люди остаются после работы, работают в офисе добровольно, берут дополнительные заработки, стараются устроиться на вторую, третью работу. Получается странная вещь, чем больше вроде бы человек потребляет, тем больше он в итоге работает. Это тоже вот такой возник вечный двигатель, потому что если ты выходишь на новый уровень потребления, перед тобой открываются новые горизонты потребления. Получается что-то вроде кругов Парменида, но здесь нарисовать я не могу. Парменид в свое время своим ученикам на песке такие круги рисовал, пытаясь объяснить им, почему невежда чувствует себя много знающим, а знающий человек наоборот чувствует себя невеждой. Он рисовал им круги. Он рисовал один маленький круг и один большой. Маленький круг – это круг знания, внутри знания, а вокруг область незнания. И вот маленький круг – это такое символическое изображение невежды. Это человек, который мало знает на самом деле, но у него маленькая поверхность соприкосновения с непознанным. И потому что у него маленькая поверхность соприкосновения непознанного, у него возникает субъективное ощущение, что на самом деле не так уж много непознанного, не так уж много неизвестно, все понятно, что тут рассуждать и так далее и тому подобное. У него возникает ощущение собственной компетентности. И наоборот, чем больше человек знает, тем больше расширяется этот круг знаний, тем больше область соприкосновения с неведанным, с неизвестным. Поэтому люди эрудированные, интеллектуалы, люди с широким кругозором, у них наоборот возникает в какой-то момент ощущение, что вот как у Сократа, я знаю, что я ничего не знаю. На самом деле все очень сложно, проблематично, и вот это сомнительно, и вот это все на самом деле не так просто, как казалось. И многие проходят в своем онтогенезе, в своей жизни. Подросткам очень многим кажется, что вот они сейчас чуть-чуть поднажмут и вот узнают все. А взрослые люди уже после 30, 35, после 40, у многих возникает ощущение, что на самом деле мы ничего не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем толком. Вот примерно то же самое происходит с потреблением. Чем больше вот этот вот объем потребления, который возникает у человека, тем больше у него открывается горизонт новых возможностей. Он как бы видит следующий уровень потребления. Вот он выбился чуть-чуть из грязи, нос приподнял, пробился в какую-то более престижную социальную группу, но вот он видит уже, что есть еще более престижные социальные группы. Там совсем другой уровень потребления, нужно еще больше работать, чтобы еще более дорогой автомобиль, а может быть еще лучше яхту уже замахнуться, может быть и на загородный домик, а может быть и квартира у меня уже какая-то немодная, несовременная, вот какая-то уже устаревшая. И так далее и тому подобное. Здесь никакого конца края не видно и люди втягиваются вот в эту бесконечную потребительскую гонку, потому что здесь чем больше ты потребляешь, тем шире окно новых возможностей открывается. Чем больше ты видишь новых товаров. Вот ты купил автомобиль, раз смотришь, автомобиль уже есть, а вот я смотрю у многих в моем круге общения, у многих уже яхта есть, например. Это я сейчас не про себя говорю, а я так фантазирую. У меня нет ни одного, к сожалению, или к счастью, близкого знакомого с яхтой. Или вот в какой-то момент такое помешательство возникло, все взялись покупать какие-то породы дорогостоящие животных, обычная дворняжка, обычная кошечка. Это как-то уже неинтересно, а вот купить какую-нибудь собачку за 100 тысяч рублей, вот это уже круто, да. Эту собачку можно ходить всем демонстрировать и сказать, а вы знаете, вот у нее такая родословная, вы знаете, я ее из Москвы привез, вы знаете, сколько она стоит? Вот, вы знаете, там вот мы на чемпионат мира поедем в следующем году, там медальки нам дадут и так далее. Это уже понятно, что человек идет с собачкой за 100 тысяч рублей, с медальками. Это серьезный человек, не то что некоторые с дворнялями ходят, непонятными. Ну и возникает вот в этом обществе, по сути, новый тип социальной стратификации. Конечно, социальная стратификация была всегда и будет всегда расслоение общества, да. Но здесь возникает особо хитрая стратификация. Так как мы здесь потребляем не просто вещи, а потребляем вещи как символы, и потребление носит все более такой символический и публичный характер, мы встраиваемся в систему стратификации, где перед нами всегда маячит возможность подняться на ступеньку вверх по этой социальной лестнице. И самый простой путь подняться вверх по социальной лестнице, это через такое символическое потребление. Хочешь быть как эти ребята наверху, ну ты должен тогда вот ездить на соответствующих автомобилях, ходить в соответствующие рестораны, ходить не в обычные фитнес-центры, а в элитарные фитнес-центры, да. Вот у нас в Калининграде есть фитнес-центр, где абонемент стоит полторы тысячи рублей, а есть фитнес-центр, где абонемент стоит 10 тысяч рублей. Понятно, что специальная такая цена, там то же самое. В фитнес-центре за 10 тысяч рублей. Все то же самое, такие же тренажеры, шкафчики, сауна, все то же самое, но там люди среди своих находятся. Они находятся среди тех, кому не жалко 10 тысяч рублей за фитнес-центр. Если ты хочешь, чтобы вот эти люди стали тебе, ну как-то ближе, то ты тоже должен не пожалеть 10 тысяч на месячный абонемент в фитнес-центр. А вот где взять, вот нужно изловчиться. Эта социальная эстрификация, она вот, как я уже сказал, вгоняет людей в такую постоянную потребительскую гонку и в постоянный трудоголизм. Люди вроде бы с 8-часовым рабочим днем, но они в постоянном пребывают в хронической усталости, потому что они берут на себя новые-новые какие-то дополнительные нагрузки в надежде еще больше подзаработать, потому что жена, дети, начальство, потому что так много вещей хочется приобрести, чтобы опять почувствовать себя человеком. И вот ты приобрел, ты на какой-то момент почувствовал себя человеком, а потом смотришь, а настоящие-то люди уже что-то другой потребляют. И опять ты это ярмо на себя набрасываешь и впрягаешься, для того чтобы снова и снова попробовать угнаться за этими лидерами. Ну и возникает совершенно новая система ценностей. Вот этику раннекапиталистического общества, этику мещанина, ее лучше всего описал Макс Вебер в работе «Пратестантская этика и дух капитализма». Он там показывает, что дух капитализма возникает в среде протестантов прежде всего на основе ценностей бережливости, трудолюбия и так далее. Ценностей, связанных с очень бережным, скурпулезным, внимательным отношением к вещам и к своему собственному потреблению, связанных с рационализацией потребления. В обществе же потребления возникает совершенно другая этика. Этика расточительства. И эта этика начинает носить массовый характер. Люди с легкостью начинают расставаться с вещами. Появляются даже дни специальные. Вот в Италии, по-моему, эта традиция как-то в Россию в какой-то момент пришла. Что-то там вроде под Новый год, какой-то день, когда нужно выбрасывать старые вещи. Освобождать свой гардероб, свой чулан или что-то такое. Все это, конечно, заваливает наши мусорки, общество потребления. Это крайне не экологичное общество. Вот эти пластиковые стаканы, пластиковые бутылки, одноразовый телевизор, одноразовая обувь, одноразовая одежда, телефоны, которые постоянно устаревают. Мы создаем такой поток вещей, которые искусственно устаревают. Морально через институт моды и рекламы, и физически устареваем через институт принудительной поломки, запланированной поломки. Это создает гигантское количество мусора, гигантское количество различного рода выбросов и в атмосферу, и в воду, и в землю. Все это создает огромную антропогенную нагрузку на биосферу. Все это создает гигантское количество экологических проблем, которые, по всей видимости, уже вышли на глобальный уровень. Есть, как вы знаете, концепция изменения климата. То есть мы точно знаем, что климат меняется, не очень знаем почему, но сегодня одна из основных гипотез заключается в том, что климат меняется в связи с вот этой резко возросшей антропогенной нагрузкой на биосферу. То есть у этого общества потребления есть очевидные и социально-культурные, и не очень благоприятные последствия, потому что это всегда резко усилившаяся стратификация, резко усилившаяся расслоение. И в глобальном масштабе возникает золотой миллиард, и там, условно говоря, богатый, многопотребляющий север, и бедный, малопотребляющий юг. И в каждой стране тоже такое очень сильное расслоение происходит. Это имеет и, помимо политических последствий, серьезные социокультурные последствия, серьезные экологические последствия, но завершая наш разговор, я вот на антропологические последствия хочу обратить ваше внимание вслед за этими критиками общества потребления, все они указывали на потребление как особую форму отчуждения, то есть как на то, что потенциально грозит человеку обеднением и деструктивной трансформацией человеческой природы. Что именно здесь может изменить человеческую природу не лучшим образом? Я говорю именно о новой форме потребления в этом обществе изобилия. Как потребление может искажать человеческую природу? Ну вот первое, о чем я уже говорил, еще раз напомню, общество потребления выстраивает из потребления своего рода культ и способ конструирования собственной идентичности. Люди начинают потреблять не столько для того, чтобы удовлетворить какие-то свои базисные потребности, и важные потребности, а для того, чтобы репрезентовать себя. А так как репрезентация, такой процесс потенциально бесконечный, то они оказываются втянуты в эту бесконечную потребительскую гонку, которая выстраивается как соревнование. Есть бенефициары в этой потребительской гонке, есть лидеры, но все остальные люди, они, в общем, чувствуют себя довольно несчастными в этой потребительской гонке, потому что они все время в роли отстающих, они очень утомлены, изнурены, они чередуют кратковременные какие-то удачи, связанные с удачным шопингом, с удачной покупкой, быстро наступающим каким-то разочарованием, утомлением. И именно этим вызваны вот те вещи, которые фиксировал Фромо, Масло, Виктор Франко, когда они говорили о очень низкой степени удовлетворенности обычных среднестатистических потребителей в этом обществе, что они постоянно жалуются и указывают на то, что чувствуют себя несчастными, чувствуют себя утомленными и опустошенными. Кроме того, это, в принципе, создает очень высокий темп жизни. Постоянное обновление вещей меняет микроструктуру социальности, нужно постоянно адаптироваться к этим новым формам жизни, к новым условиям жизни, нужно постоянно осваивать новую технику, нужно постоянно пробовать новые вещи, новые гаджеты, нужно зарабатывать на то, чтобы все это покупать и обновлять. И это создает очень высокий темп жизни в этих очагах потребления. Чем выше уровень потребления, тем выше скорость темп жизни. В больших мегаполисах с большими этими центрами потребления очень высокий темп жизни. И сам по себе этот темп жизни, но у людей разная скорость когнитивных процессов. Есть люди энергичные, есть люди, которые легко в этом темпе живут, есть люди, которых этот темп очень быстро выбивает из сил, они очень быстро устают, ломаются, начинают болеть и так далее. Это основная тема работы Топфлера, футурошок. Он обратил внимание, что просто у многих людей существуют естественные, совершенно адаптивные возможности их психики, возможности адаптации к новому. И когда это новое становится каким-то бесконечным потоком, на тебя сваливается, ты просто-напросто у многих людей не выдерживает их центральная нервная система. И это время ведь еще большого количества новых неврозов. Это время эпидемии неврастении, это время эпидемии депрессии, это время эпидемии многочисленных психических заболеваний. Здесь можно, конечно, говорить о гипердиагностике, о том, что просто психиатрия появилась и стали заниматься такой диагностикой всего и вся. Но я думаю, что мы можем говорить по крайней мере и об определенном росте нервно-психических расстройств, которые тут же, кстати, коммерческим путем прибиваются, потому что тут же предлагается этим людям какой-то рецепт, либо фармакологический, им предлагаются какие-то препараты, чтобы снять все это напряжение, усталость, депрессию и так далее, либо им предлагают какие-то услуги психолога, психотерапевта, психиатров. И в этих центрах капиталистического общества там получают очень быстро развитие нейропсихиатрии, нейрофармакологии, психофармакологии и вообще психотерапии. Наркомания – другая история, другая история – это отдельный разговор. Это люди, которые пытаются получить удовольствие самым коротким и быстрым путем. Но самый короткий путь он оказывается и самым разрушительным, и самым деструктивным. Путь обычного потребления через вещи – это немножко более трудный, долгий путь. Но он тоже, в конце концов, приводит к тому, что человек обрастает различного рода зависимости. Попробовав раз, ем и сейчас, человек выйдя на определенный уровень потребления, он к нему очень быстро привыкает, и любое здесь снижение в уровне потребления сразу же делает человека недовольным, несчастным практически делать его. Все основные революции последних двухсот лет случались на фоне резкого снижения уровня потребления, когда люди внезапно массово чувствовали себя несчастными, не потому, что какой-то массовый голод начинался и так далее. Не было такого массового голода в 1817 году в России. Были короткие перебои в снабжении городов, прежде всего Петербурга. Но все это накопишься вообще недовольствием, связанным с обеднением на фоне войны, связанным с тем, что вслед за этим периодом повышения уровня жизни, который предшествовал Первой мировой войне, мы оказались втянуты в такой затяжной кризис. Вот это все недовольство, оно выросло в такие массовые революционные движения. Так вот, недовольство такого рода. Дальше, дискомфорт от растущего разнообразия, дискомфорт от трудности выбора. Это то, на что обратил внимание социолог Манхейм. Он обратил внимание, что вообще говоря, для людей существует определенный комфортный уровень разнообразия. Это касается разнообразия и культурного продукта, и обычных товаров, продуктов питания, например. Люди, которые привыкли ходить в магазин и выбирать из двух-трех сортов сыра, они чувствуют себя без дискомфортно, когда становится 100 сортов сыра. Они испытывают трудность в выборе. Ну ладно, с сыром разобрались, в конце концов, не так уж важно, какой сыр есть, но если появляется там 100 по разновидности гаджетов, для человека важно разобраться во всем этом, потому что эти гаджеты отличаются своим функционалом. Он тратит много времени на то, чтобы разобраться, правильно выбрать, постоянно переживать, правильно ли он выбрал. Такого рода вещи. Это касается и потребления культурного продукта. Вот мы находимся в библиотеке, в какой-то момент люди перестали читать, стали читать гораздо меньше. Есть много причин у этого, но одна из причин заключается в том, что огромное количество книг стали вдруг внезапно доступны. Есть просто-напросто очевидная психологическая закономерность. Когда у человека под рукой есть пять книг, он знает, что вот у него есть пять книг, которые он хочет прочитать, и он их поступательно читает. Если у человека оказывается под рукой 100 книг, он не может понять, что ему читать. И часто он не приступает к чтению вообще. Это методическая важная вещь, о которой должен знать каждый преподаватель, когда он задает, например, студентам домашнее задание. Если домашнее задание оказывается посильным, если ты задаешь какой-то небольшой кусочек текста или несколько каких-то текстов, то студент скорее всего сделает, если не все, то часть этого задания. Если ты задаешь слишком много, что студент открыл, увидел такой список литературы, посмотрел на ридер, который ты ему прислал из 20 файлов, он не понимает, что считать. Он оказывается в растерянности. С чего приступать, с чего начинать? Это такой поток необозримый для него и он устает сразу же, как только эту луну увидел. Сразу же накатывает чувство усталости, бессилие, он откладывает это в сторону и начинает заниматься какими-то другими вещами. Вот разнообразие информации, которая хлынула на человека, общество потребления создает товары разного рода, в том числе и такого рода образовательные услуги, культурные услуги, информационные услуги. Все это тоже на человека наваливается и это создает вот такой дискомфорт, растерянность определенную от этого разнообразия. Кроме того, в отношении каких-то потребностей это следующий антропологический риск, в отношении каких-то потребностей общество легче разогревает, общество потребление, в отношении каких-то сложнее, какие потребности легче всего разогреть. Легче всего разогреть те потребности, по отношению к которым общество потребления может предложить какой-то легко продаваемый товар. Но какие потребности легче всего удовлетворить с помощью каких-то товаров на рынке? Безусловно, есть высшие потребности, которые очень сложно удовлетворить с помощью каких-то товаров и услуг, предлагаемых производством. очень сложно удовлетворить потребность в дружбе, удовлетворить потребность в любви, сложно удовлетворить потребность в творчестве. А вот какие-то простые потребности, вот потребность вкусно поесть, пожалуйста, тебе одна линейка товаров, потребность развлечься, что-то такое веселительное посмотреть, вот тебе другая линейка товаров, потребность красиво проехаться, передвигаться быстро, красиво, удобно, чтобы девчонки восхищались. Вот тебе другая линейка товаров. Какие-то, может быть, эстетические потребности тоже можно попробовать с помощью каких-то линейки товаров или познавательной потребности удовлетворить, но в целом общество потребления все-таки обслуживают относительно простые потребности. Оно обслуживает их гораздо успешнее, оно разогревает их гораздо успешнее. Поэтому в обществе потребления происходит то, что Маслоу назвал «занижение мотивации». Собственно говоря, вот эту пирамиду свою Маслоу создавал, а там в основании пирамиды самые примитивные потребности физиологические, потом потребность безопасности, потом потребности социального рода в уважении, принадлежность к определенной социальной группе, выстраивание коммуникации, в общении, потом уже более сложные познавательные, эстетические потребности, потребность в любви и на вершине уже потребность в самоактуализации, самосовершенствии, саморазвитии. Такая общая схема, на самом деле есть более детализированная у него. Иерархия потребностей. Но суть всей этой иерархии заключается в том, что у нас есть более простые потребности и есть более сложные. И мы в своем антогенезе в основном проходим этот путь от простых потребностей к более сложным. Иногда перескакивая через какие-то ступеньки, иногда можем даже совершать какой-то акт регрессии. Но в целом нормальное развитие личности заключается в том, чтобы выйти в какой-то момент на высшие потребности. Потребности эстетические, познавательные, самоактуализации. По мнению Маслоу, молодому человеку сложно на них выйти. Обычно люди выходят на них уже в зрелом возрасте, после сорока. Но тем не менее не выходят. А что делает общество потребления? Общество потребления пытается зафиксировать людей на вот этих вот нижних этажах. Потребности, обслуживая самые простые потребности, стараясь их оставить на соответствующем уровне мотивации, чтобы они оставались быть до конца своих дней очень активными потребителями вещей. И происходит такое, в значительной степени искусственно сконструированное, по его мнению, занижение мотивации. Что еще из антропологических рисков? Вот это вот постоянное недовольство, фрустрация своего рода, связанная с тем, что человек чувствует, что он как-то не совсем по-человечески живет, что он превращается в какую-то функцию капиталистического общества, что через него вот проходит какой-то поток вещей, он все это купил, потребил, выбросил мусор, произвел какие-то отходы, вот, и все, потом уме разважился, да, его использовала система. Непонятно, а он-то здесь для чего? Для чего его жизнь? Уже ли его жизнь вот имеет такое примитивное предназначение? Ну и, конечно, новые формы зависимости, которые возникают в обществе потребления, кредитное рабство, зависимость от этих новых товаров и услуг, манипуляции сознанием, которые постоянно изобретают и которым охотно прибегают и бизнес-структуры, и государство, которое начинает быть устроено как бизнес-корпорация, тоже, в общем, капиталистическая система. Вот такого рода вещи, по мнению людей, критически настроенных к обществу потребления, по мнению, вот в частности, представителей франкфуртской социологической школы Дорно, Маркузе, Хорхаймер, во Франции Бодрияр, Фуко, Сартер, все они отдали свои дания критике этого позднекапиталистического общества, хотя оно разрешило многие противоречия ранее капиталистического общества, все-таки такой бесчеловечной эксплуатации человека человеком, какая была там, мы не видим. Здесь присутствует более мягкая власть и какие-то более тонкие формы эксплуатации, более тонкие формы порабощения, но все эти философы обращают внимание, что само по себе порабощение, само по себе эксплуатация и отчуждение никуда не делись. Они как были в раннекапиталистическом обществе, так и в позднекапиталистическом обществе, и остались только они теперь устроены более хитрым, более сложным образом. Они так устроены, что мы теперь втягиваемся в это в значительной степени добровольно, нам кажется, что все так и должно быть, что все устроено очень разумно, и мы поэтому, что особенно раздражало всех этих мыслителей, их раздражало, что все эти потребители, они отличаются тем, что у них совершенно нет никаких революционных настроений. В отличие от пролетариата в раннебуржуазном обществе, ранний пролетариат его эксплуатировали, но он постоянно строил какие-то там революционные планы, и можно было с ним как-то работать, вести какую-то пропаганду. С потребителями невозможно вести никакую пропаганду. Они не читают книжек, они смотрят рекламу, они смотрят каталоги, они смотрят яркие какие-то буклеты, они ходят, смотрят голливудовскую продукцию. Они, по мнению интеллектуалов, абсолютно полностью зомбированы, они интегрированы в эту систему, они накрыты информационным таким колпаком, они чувствуют, что все устроено так, как оно должно быть устроено, и только так, как оно может быть устроено. Никакого другого альтернативного общества они не видят, и ничего не хотят знать о них, и достучаться до них нет никакой возможности. Это молчаливое большинство потребителей. Бадрияр одной из своих книжек назвал, у него есть книжка «Общество потребления», есть у него книжка известная «В тени молчаливого большинства». Общество потребления создает такое молчаливое большинство, которые не выступают ни с какими протестами, не требуют никаких социальных трансформаций, серьезных, институциональных, у них недовольство возникает только если им чего-то не додали. Понизили зарплату, магазины какие-то закрылись, вовремя не поступила очередная какая-то модель айфона или очередная книжка про Гарри Поттера. Такого рода вещи способны вызвать у них недовольство. А так институционально они полностью интегрированы в эту систему, они ее принимают. У них нет никаких революционных настроений. По мнению и Бодрияра, и Фрома, и многих других, сама система образования упрощается, она становится более дифференцированной. Возникает образование такое элитарное, где готовят действительно интеллектуалов, которые должны поддерживать научно-технический прогресс, потому что это один из основных локомотивов этого общества, потому что нужно постоянно создавать новые товары, новые услуги, а это требует новой техники и новых научных знаний. Значит, мы должны создавать очаги интеллектуального образования, но это должны быть очень маленькие очаги, потому что много интеллектуалов, обществу ненужные интеллектуалы, они из этой ловушки вырываются, они не очень-то потребляют, они как раз-таки становятся очень критически настроены к этому обществу. Поэтому интеллектуалов нужно немного, а для основной массы предлагается упрощенный вариант образования, какие-то простенькие образовательные услуги, которые призваны сообщить какие-то элементарные знания на уровне общей эрудиции для того, чтобы человек оказался социализирован и дальше был просто хорошим работником и сильно интеллектуально, не напрягаясь и особо не вдумываясь в то, что происходит, поддерживал высокую планку спроса в обществе. То есть покупал, 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 потреблял. Безработные остаются активными потребителями для того, чтобы безработные не выпадали из этого общества потребления, им платят достаточно высокие социальные пособия для того, чтобы они поддерживали определенный уровень потребления. Они стандарт потребления, эти пособия позволяют выдерживать какой-то. Они не позволяют выйти на более престижную группу потребления. Если ты хочешь выйти в более престижную, ты должен впрячься в потребительскую гонку. И многие люди, они сознательно отказываются в этой потребительской гонке участвовать. Кто-то не может в силу своих способностей, не может, а кто-то не хочет. И есть такая особенная практика протеста против общества потребления. Где-то в 60-70-е годы начали появляться протестные формы поведения. Здесь были и контркультурные молодежные движения, вроде хиппи, панков. И одна из таких практик, альтернативных, ее по-английски называют дауншифтинг, ну и в русском языке уже так называют. Дауншифтинг означает добровольное понижение. Даун вниз, шифтинг понижение, движение вниз. Человек как бы отказывается от своего уровня потребления, от своих стандартов потребления. Он увольняется или берет менее длительный рабочий день, или соглашается на какую-то короткую удаленную работу, или переходит в статус безработного. И живет гораздо более просто, естественно, но более размеренно, в удобном для себя темпе и так далее. Это называется дауншифтинг. Многие при этом покупают себе более дешевое жилье, или свое дорогостоящее жилье сдают, а на эти деньги живут где-нибудь в деревне, и ведут очень простой образ жизни, или уезжают в какие-то страны третьего мира, где все гораздо дешевле. Там нету, конечно, этих товаров и услуг зрелого капиталистического общества. Там более просто устроена жизнь, но зато там все более дешево, все самое основное есть. И люди, ну, многие дауншифтеры говорят, что вот пока они были на этой высокой планке потребления, но они чувствовали себя несчастными. А совершив этот акт дауншифтинга, они почувствовали себя счастливыми людьми. И, по-моему, мы говорили, что довольно позднее такое разделение пошло, но уже в самые ранние века у многих народов, и в культурах ранее, например, цвет игровой нельзя, какой-то цвет, пирог какой-то. В первом образовании то есть он может пригодиться. Спасибо, до свидания. Особным образом могли далеко не все члены общества. То есть он может быть распито там уже? Ну, символизм одежды, символизм жилища, он присутствовал всегда. В этом ничего нового. Просто это все не было частью рыночных отношений. Это никто не навязывал в качестве необходимости купить для того, чтобы повысить свое место в социальной иерархии. Это все было облачено в совершенно другую оболочку. В оболочку традиций. Смотрите, все древние общества – это общество словно кастовое. Если человек рождался, условно говоря, крестьяниным, то он знал, что он будет крестьяниным, что он крестьянин, что ему нужно жить как крестьянин и так далее. Он знал, что он не будет ремесленником, не будет рыцарем, не будет представителем другого сословия. И вот у него есть представление о том, как должен жить крестьянин, как он должен одеваться, как он должен питаться, как он должен вести себя. И он в этих очень узких рамках и поддерживает свое потребление. Он не стремится выйти на уровень потребления, условно говоря, дворянина. У него даже фантазий такого рода, скорее всего, не возникнет. И с его стороны это будет вызов обществу. Общество потребления же стимулирует стремление выйти на более высокий уровень потребления. Здесь нет никаких сословных границ. Здесь отменена сословная стратификация, а присутствует, по большому счету, только стратификация потребительских групп. Понятно, конечно. Даже в обществе, например, если дворей не то и то шла градация, обещавший дворей не так? Безусловно. Внутри сословий, конечно. Речь идет о том, что явление, которое существовало и раньше, просто вышло на совершенно новый масштаб, и создана целая идеологическая машина, которая, вот этот двигатель постоянного повышения спроса, эта идеологическая машина, она постоянно поддерживает. Те времена, когда муж работал и обеспечивал свою семью, по-моему, мы уже перешли в другую вкладку, потому что нормально считают, что жены на вот это движение растущее. Это совсем недавняя вещь. Это то, за что боролись феминистки второй волны 60-70-х годов. Они как раз боролись с тем, что средства массовой информации конструировали образ нормальной семьи, где муж работает в США, так было в 60-х. Муж работает, жена – домохозяйка, и феминистки как раз обращали внимание, что это бизнес-конструкт. Почему? Потому что маркетинговые исследования показывали, что жена-домохозяйка является гораздо более активным потребителем. Потому что жена-домохозяйка нуждается в большом количестве бытовой техники. Она нуждается в стиральной машине, ей нужен холодильник, ей нужна микроволновка, но это позже какой-то кухонный комбайн и так далее и тому подобное. для того, чтобы был создан образ правильной женщины, американки, настоящей правильной женщины, образ женщины-домохозяйки, которая должна купить соответствующую линейку бытовой техники, кухонных товаров и сидеть дома, ждать мужа, воспитывать детей. Возникло представление о стандарте потребления, который эта семья должна обеспечивать. Феминистки обращали внимание, что здесь женщины оказываются в очень зависимом положении от мужчины. Они обращали внимание, что многие женщины бросают, например, университеты при первом же случае, когда их позвали замуж. Все, их больше не интересует образование. Потому что зачем образование, если их не интересует карьера? Карьера их не интересует, потому что они нашли мужа. Карьера нужна только для женщины, которая не нашла мужа. Если ты нашла мужа, то вот тебе уготована роль домохозяйки, она поощряется всеми. Вокруг это очень странная какая-то женщина, которая не хочет дома сидеть и хочет работать в 60-х годах. Но я как-то считала, что какой-то даже не очень богатый, сейчас не могу вспомнить, это сразу быстро, стране народа. Наоборот, давали образование девочкам в семье, именно потому что она имела потом 14-15 детей, и считалось, что мужчины и так продаются. Ну вот только для воспитания детей. Простая эрудиция для воспитания детей. Такого рода, да, воспитание элементарное, педагогическое и начало всех наук, конечно, нужно дать. А феминистки боролись с этим, потому что женщина оказывается в полной зависимости от мужчин. Мужчина может отдать зарплату, может что-то придержать. Мужчина, в конце концов, в любой момент может развестись, и женщина в возрасте оказывается с детьми на руках, без образования, без работы, без опыта работы, что страшнее всего, да, и оставшаяся часть жизни живет достаточно бедно. Ну там, конечно, алименты предусмотрены и такого рода вещи, но все равно. Женщины просто, в конце концов, возник так называемый невроз домохозяйки, когда женщины просто чувствуют себя в личностном отношении нереализованными в какой-то момент. Вот феминистки против всего этого боролись, и, в общем, начиная с 70-х годов, начинается действительно слом в США в общественном сознании женщины начинают выбирать образование и карьеру, и стремятся сочетать образование, карьеру с семьей, что сочетать, конечно, не так легко, но феминистки призывают общество им помогать это делать через систему детских садов. Есть много практик, которые помогают женщинам работать, будучи женами и матерьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Вам! Очень интересно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok